За участие в благотворительной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие образования, местного самоуправления, нефтяной и газовой промышленности и просто эффективную работу жителей Коголыма отметили благодарностью губернатора, нагрудным знаком за созидание, а также почетными грамотами Думы Югры. Я получила грамоту Думы Ханты-Мансийского округа за многолетний, причем 35 лет и в образовании отработала, за многолетний труд, за то, что всю свою жизнь я посвятила дошкольному образованию. На повестке депутатских слушаний три вопроса. Первый о состоянии дел в области безопасности дорожного движения. Большинство аварий происходит из-за некачественной уборки снега, уверены полицейские. Депутаты, в свою очередь, считают, что в городе мало искусственных неровностей. Самое главное, что город должен развиваться для людей, а не для транспортных средств. Поэтому-то и были наказы с дорожками. Я Басарабца Игоря Валерьевича в этом целиком и полностью поддерживаю. В основном поступают наказы по жилищно-коммунальному хозяйству. Их стараются оперативно решать. Это службы администрации города вместе с организациями, которые обслуживают или решают эти вопросы. Так что эти вопросы оперативно решаются. Наказы избирателей. Второй вопрос повестки. И 90% обращений граждан исполнены. Больше всего наказов у нас касается дворовых территорий. То, что касается увеличения дополнительных парковочных мест. То, что касается ремонта внутри дворовых проездов. То, что касается детских игровых площадок. Ну, наверное, порядка 90 с лишним процентов. 21-е заседание носит нормотворческий характер. Все муниципальные программы одобрены. Депутаты уже ранее рассмотрели их детально на профильных комиссиях и проработали совместно с разработчиками и соисполнителями. И дальше уже дело за администрацией. Почему это для нас очень важно? Потому что до 15 декабря мы должны, согласно бюджетному процессу, принять бюджет 2024 и 2025-2026 последующих годов. Поскольку наш городской бюджет, бюджет города носит программно-целевой характер, мы уже должны полностью иметь представление о том, на что будут потрачены бюджетные деньги в рамках муниципальных программ. Кроме того, на заседание администрацию Коголыма наделили государственными полномочиями оказать помощь в ремонте пункта для участкового инспектора. Итоговое заседание Думы намечено на 13 декабря. Депутаты примут самое важное решение, утвердят бюджет города на будущий год. Приняв такое решение, мы будем честны перед нашими избирателями. Мы обеспечим исполнение всех обязательств, которые должна исполнять администрация города, Дума города, контрольно-счетная палата города по исполнению всех вопросов местного значения. Юлиана Сотник, Евгений Скляров. Наши города.